Привет всем, меня зовут Олег, и познакомьтесь. Игорь Исалов. Как ты занимаешься? В том числе открытие компаний, регистрации, сертификации и прочие вопросы, касающиеся работы в Китае. И я знаю, что ты буквально сегодня, точнее, позавчера открыл компанию за 2 часа? За 1,5 часа. Получилось, сегодня у нас воскресенье, даже приехал кофе-дец с такой необычной претензией, ребята, я раньше был на дольше, зачем вы так все быстро сделали. А на самом деле, чтобы вы понимали, в среднем, в больших городах Китая, Гуанчжоу, Шанхай, Шинчжэнь, открытие компании занимает 28 дней, иногда месяц, у некоторых затягивается на несколько месяцев. Слушай, ну на самом деле, открытие компании, если так рассматривать, что под ней было бы понимать, да, то есть, если я говорю полтора часа, то мы бизнес-лицензию приручили, а так-то процессом больше идет. То есть, это и дальше открытие счета, регистрация в налоговую, регистрация в других органах, кому-то лицензия дополнительно требуется. То есть, да, это время, как-то больше уходит на это дело. Но вот, получение бизнес-лицензии, вот у нас в пятницу получилось за полтора часа. До этого у меня рекорд был 2 часа. И сегодня я подготовил часть вопросов, именно связанных с открытием компаниями и с теми нюансами, которые могут возникнуть и которые есть у очень многих. Потому что мне самому сейчас интересно открытие компании, так как я ушел со своей основной компанией и мне нужно заморочиться. И я даже не знаю, хочу ли я искать работу или заниматься чем-то другим. Ну, Олег, заморочиться не то слово, тут на самом деле особо заморочек нет. Потому что китайцы сейчас максимально упростили весь процесс, то есть, ускорили его, то есть, то, что я говорю, полтора, два часа, это не фантастика. Да, это определенные отношения с ТПП, когда уже знают, у меня на потоке идет, то есть, там, 8-10 компаний в неделю регистрируются, все это, в общем, ускоряют. Ну, на самом деле, не срочно, то есть, из тебя то, что заморочиться надо, это паспорт, сейчас еще дополнительно двух человек они начали требовать, да, то есть, если раньше это был сегодняшний, там, наблюдающий, да, или председатель наблюдательного совета, да, сейчас еще просят, там, ответственного по бухгалтерии. Причем это абсолютно не значит, что этот человек в будущем будет у тебя главбухом или кем-то, но вот номинальная должность, которую они сейчас просят, кстати, у тебя вопросы были, какие изменения за этот год, произошли с начала года регистрации, вот одно из свежих изменений, начали требовать, второго, третьего человека уже предоставить, но от него только копию, в принципе, все. У нас так касается всего Китая или конкретно Гуан-Дону? Вообще, насколько я знаю, это на весь Китай, но у них даже внутри Гуан-Дона провинции, то есть, вот у нас здесь в Пошане, в разных районах разные требования, рядышком Гуан-Джоу находится, есть район Бай-Ю, там одни требования, есть район Пань-Ю, где в четверг, может, без производства компании, там свои какие-то примочки есть у них, ну, в общем, у них все одинаково, но какие-то вот в каждой избушке свои погремушки, они есть. То есть, где-то требуют, как пример, просто вот, Пань-Ю тот же взять, там требуют, чтобы был учредитель обязательного присутствия при регистрации, и вот так вот с паспортом фотографировался в них, рядышком с лицом. У нас здесь хватает, у них идет видеофиксация, стоит общая камера, которая фиксирует, что учредители подписывают документы, то есть, не надо с паспортом вот так, ну, мелочи, по сути, но они есть. А какие еще изменения есть? Изменения, ну, вот в этом году из глобальных НДС они снизили, да, то есть, если вот в прошлом году они были снижением 15%, сейчас уже 13% НДС, даже вот у нас с ВИП, там, да, записывали ролик в январе, был еще там один НДС, он его в марте выпустил, а уже как бы поменяли, вот, поэтому и старейшая информация, поэтому они ролики надо чаще выпускать и быстрее монтировать. А по НДС, получается, сейчас стало выгоднее или наоборот стало? Снизили, да, меньше ставка стало, то есть, налогов меньше платить. А вот если сравнить налогообложение вот здесь, в Китае и налогообложение в России, где лучше открывать компанию или вообще стоит открыть компанию где-нибудь в Гонконге? Слушай, ну, смотря под какие цели тебе надо компания, то есть, если мы говорим, если ты работаешь внутри Китая, то есть, делаешь бизнес, то, естественно, компания в Китае необходима просто. По определению, да, то есть, это либо, если это продажа товара, твой контрагент, ты хочешь знать, с кем он общается, где ты зарегистрировал и так далее. Покупка товара, либо оказание каких-то услуг, ну, соответственно, тебе платежи как-то надо принимать, да, потому что сейчас идет борьба с тем же наликом, то, что принимают, то, что у вас счета открыты с бизнес-визией и так далее, их открывать начинают. Даже по ВИЧАТ, как знаешь, последние несколько недель у многих проблемы были, что блокируют ВИЧАТ платеж и просто требуют подтверждения, откуда ребят его средства, да, вот, которые уходят. Соответственно, без юридического лица ты это никак не понимаешь. Вот, Гонконг, ну, кто какие цели преследует, кому-то удобнее, там, через Гонконг работать, но, опять-таки, гонконгская компания в Китае, она рассматривается как иностранная, и полностью на китайском рынке ты с ней работать не сможешь. Наверное, это будет иностранная компания, которая там очень сильно ограничена своей деятельностью в Китае. То же самое ты можешь с российской компанией, но кем-то ты не сможешь нармотать на рынке, да, то есть ты можешь что-то закупать по международным контрактам, но внутри Китая ты работаешь не сможешь, и она тебе не дает никакого, да, то есть ты не можешь ни сотрудников здесь нанять, ни себя нанять, ни сделать себе на жительство, ничего, ни открыть счета здесь. А, слушай, вопрос по поводу вида на жительство и получения рабочих виз. Сейчас это упростилось или стало, наоборот, сложнее? Потому что, с одной стороны, получение бизнес-виз сейчас немножко усложнилось, и появились определенные вопросы на границе. Слушай, ну, во-первых, здесь не бизнес-виза выдается, здесь выдается вид на жительство с разрешением на работу, да, то есть бизнес-виза Z, она получается, если ты подаешься за границей, тебе дают ставить эту Z визу, по которой ты имеешь право въехать в Китай, но ты обязан явиться миграционкой, переделать ее на вид на жительство. Вот, усложнили, они вот с мая месяца, все-таки они, китайцы, просекли, что пошла волна открывает компании чисто для получения вида на жительство рабочего, и компания эти на работу. Они начали делать стопроцентные проверки офисов, да, то есть, если вот в предыдущих видео мы рассказывали, что есть возможность виртуальный адрес получить, на него зарегистрировать компанию, он был достаточно недорогой, 500-600 юан, это и сейчас возможно сделать. Но, если ты планируешь получать разрешение на работу и последующий вид на жительство, 100% придет полиция проверить, реальный это адрес или нет. Поэтому с виртуалкой сейчас уже никак, это минимум должен быть какой-то, я не знаю, хотя бы 8 квадратных метров, где будет стоять стол, стул, раскиданная бумажка, что называется, там грязная чашка из-под кофе, чтобы я только вышел. Желательно, какому-то человеку, чтобы находиться там в этот момент. То есть, в этом плане сложнее стало. Получается, в принципе, достаточно офиса такого, который я показывал в прошлом видео, где показывал офис с Колей. Да, я смотрел, кстати, это видео, вполне его достаточно, пусть он маленький, но он рабочий. Они именно на это смотрят. А еще желательно, чтобы табличка с названием компаний была. О, сейчас. Да, и еще они что смотрят, они сейчас интегрировали свою базу с налоговой, Гонан-Дю, то есть полицейское управление, которое отвечает за выдачу видов на жительство. Они смотрят, что если есть движение по счетам у компании, то все в порядке. Если компания висит нулевая, ну они очень так... Определенные вопросы могут возникнуть. Да. Определенные вопросы могут возникнуть. Ну да, что, ребята, вы тут вешаете иностранцев на компанию, да, то есть вроде как для работы, а компания не работает, то какого черта. Обычно решается вопрос, они могут что сделать. Они годовой вид не дадут сразу на жительство, дадут, скажем, там, компания только открыта, окей, вот тебе на квартал, на три месяца мы там даем разрешение на пребывание в Китае, рабочий вид на жительство, пожалуйста. Но в течение этого квартала какое-то движение мы хотим посмотреть, что по компании идет. То есть вот были прецеденты такие, что вы продавали трехмесячные, потом их продлевали до года. Слушай, вопрос тогда, какая сумма должна в течение месяца проходить по счетам компании? Правила нет абсолютно, то есть они смотрят, как у них это называется, дзинчанда. То есть, ну, если оплачиваешь офис, зарплату себе оплачиваешь, может, квартиру появится, выплату, да, там какую-то, не видишь, что у тебя какие-то контрагенты есть, то есть, ну, вот какое-то движение идет небольшое, все окей, все нормально. То есть, им главное понять, что компания не дохлая. То есть там... Миллионов не надо, не надо миллионов, вполне там. То есть можно просто несколько тысяч провести. Несколько тысяч, да, но вот у меня малый бизнес, да, тем более там, в основном, если мы говорим это о легализации деятельности, там, тех же тичеров, да, или кто занимается, там, модельным бизнесом и так далее. Ну, понятно, там, не сотни тысяч долларов, оборотка подается на упрощенное налогообложение систему, которая и так ограничена 5 миллионов в июне в год, да. То есть они там 5, 10, 15 тысяч рублей, они по контракту в месяц делают, это вполне. А тут важный вопрос, кстати, по поводу учителей. Вот учитель открыл компанию, а как ему работать с учебным центром или со школой? Слушай, они открывают, на самом деле, вот, а вот давай, вот у меня там лежит бизнес-лицензия, я просто зачитаю, вот красненькая вот эта штучка, вот вышла, да. Ага, держи. Вот, давай просто зачитаем, я тут применю фамилию не буду называть, просто вот по бизнес-действительности, которые записали, это как раз вот одесский садик, да. У нас, ну вот строка бизнес-действительности, мы спросим, давай вот не будем показывать, это просто, я думаю, не очень корректно. Я потом это замажу. Все, по честное слово, что замажешь. То есть, вот у нас идет консультирование в области культуры и языка, международной культуры, в области музыкальной культуры, бизнес-культуры и так далее. То есть, они приходят, по сути, с детьми, чем занимаются? Практикой языка, да, там, с иностранным носителем, консультирование в плане, там, страноведческого, культурологического, еще какого-то, да. То есть, садик заключает контракт на вот именно эту деятельность. Они не приходят преподровать, они приходят развлекать, консультировать, да. То есть, у нас как развлечение, вот, например, здесь планирование и организация развлекательных мероприятий, в том числе и для детей. Все вполне легально, все нормально. Я тебе больше скажу, вот мне на прошлой неделе буквально пример. Только-только зарегистрировал компанию человек, созванится с садиком, делает скриншот, ну, не скриншот, фотографию своей бизнес-культуры. Говорит, ребят, можно я с вами перейду на контрактные, как бы, обязательства? То есть, не только вы урминальником будете платить, а вы просто будете платить мою компанию, а я, как от своей компании, буду оказывать вам услуги. Говорит, блин, а можешь себе на работу вот еще пятерых взять, мы 15% от их зарплаты будем тебе платить, но у нас будет куча геморрой с нас снято. Ну, все отлично. То есть, при учете там, он говорит, а у нас всех зарплат там 15-16 тысяч, то есть, я делаю 2 тысячи с каждого, 10 тысяч юаней в месяц. Я имею только просто за счет того, что я открыл компанию, да, я заплатил 3% налога, это сколько там, 300 юаней из 10 тысяч. У меня 9700 юаней чистой прибыли только вот за то, что вот я вот додумался это сделать и прийти в садик с ними поговорить. А садику это выгодно, они поскольку на общей системе налогообложения, у них 20% налог на прибыль. Соответственно, с этой суммы, которую они выплачивают зарплату, это из налогов вычитается. Это у них как расходная статья идет. Так они еще 5% сверху зарабатывают, выплачивают тебе 15. То есть, все как бы… То есть, я, получается, могу открыть компанию, посадить знакомых по щели… Да, да. И в принципе… И причем и все довольны будут, и эти легально работают учителя, да, с разрешением на работу со всеми делами, и садик доволен. А если я, например, это на себя сделаю, будут ли для меня какие-то риски именно со стороны… Ну, риски, да, в этом плане, потому что, когда ты человека берешь на работу, ты даже вот в заявлении в ту же «Гонандю» пишешь, что вот прошу этому человеку одобрить какие-то нажительства выдать, ответственность за него моя компания берет на себя. То есть, даже если человек, там, скажем, забыл зарегистрироваться вовремя в полицию прийти, да, по месту своего проживания, там где-то, ну, ты еще и они даже штрафы могут на тебя выписать, поэтому… То есть, по всей стратегии, есть определенные риски, и лучше мне, например, только тех, кто здесь… В кому уверен, да, потому что ответственность ты несешь за тех, кого-то… Ага. По сути, они как рассматривают, этого человека в Китай привел ты. Ага. Будь добры, отвечайте. Понял. Ну, в принципе, на самом деле, для меня это довольно интересный вариант. Тем более, я же без работы сейчас, так что буду определяться. Ну, как минимум, ты сам себя можешь на работу представить. Да, это важно. И у меня следующий вопрос, так как я связан с e-commerce, вообще можно ли открыть в Китай иностранцу магазин на Алиэкспресс? Какие бумаги требуются? И, в принципе, если можно открыть магазин на Алиэкспресс, в любом случае, тогда имеет смысл сразу открывать магазин на eBay, на Амазоне, ну, и свой собственный магазин на своем домене. Ну, что я хочу сказать. Да. Это можешь. А по деньгам сколько? По деньгам, ну, в зависимости от того, какая площадка. Ну, на Алиэкспресс. По-разному. Алиэкспресс, честно говоря, пум-пум-пум, вот. Честно говоря, не помню. По-моему, около 10 тысяч. Может быть, это вот лучше с партнером, с Виктором, с моим поговорить, он больше занимается. Я больше по-китайски, наверное, площадку. Просто Алиэкспресс, она как бы, в ней китайский рынок рассчитан. У них здесь внутри даже не Таобао, да, вот у них основной это Тимол, но Тимол там дороговато, там до 200 тысяч. А слушай, иностранец можно открыть магазин на Таобао? Здесь, смотри, здесь как раз рассматриваешься ты же как юрлицо, это китайское юрлицо. Уже? То есть вопрос снят. То есть они смотрят на тебя не как иностранцы, а как на китайское юрлицо. Единственное, что на некоторых площадках они требуют, ну, человек ответственный, там, скажем, за торговлю, за продвижение. Надо его данные уносить. И там заточено под китайский шефенджен, то есть под китайская идея. Когда паспорт начинаешь бивать, там пишут недостаточно цифр, и, опять-таки, там не то, что ограничение стоять, что обязательно граждане Китая. У них просто, ну, данные надо вводить, которые совпадают с их делами. Но это на некоторых площадках, на некоторых не требуется. То есть, ну, смотрим, где вы хотите регистрироваться. Опять-таки, вопрос решается просто. Номинально у Китая сберется какой-то, вот, скажем, у нас вот, в нашей компании есть сервис, мы под основным, там, помогаем зарегистрироваться, то есть у нас наши ребята сотрудники китайского, без проблем. Потому что для них это, в принципе, в дальнейшем никаких проблем нет, да. Для вас тоже это вот номинально какая-то, при регистрации личность прошла со своим китайским шефендженом, и все, больше нигде не справляемся. Работайте с тобой. А для Таобау есть ли какие-то, ну, категории товаров, которые нельзя там продавать? То есть, например, бренды... Смерка, которые тебя точно не пустят. А бренды? Ну, бренды, если ты заметишь, ну, как бы, сейчас в Китае борьба идет, и они даже те, которые, скажем, поддельные бренды, они там пытаются как-то замазывать, все это, ну, естественно. А если я решу, например, камушки, то есть я же с Якутска, я как бы могу оттуда привезти. Ну, если у тебя камушки с документами нужными, правильными, то, пожалуйста. Если у тебя документов нет, ну, рано или поздно могут вопросы. Возьмите профильных органов, откуда камушки. Понял, интересно. И следующий вопрос по поводу обслуживания компании, потому что, как только открыл компанию, нужно все равно как-то просматривать, оплачивать, производить бухгалтерский учет, оплачивать за офис и прочее. Ну, вообще, ну, сколько это может стать? Слушай, ну, стать, опять-таки, вернемся к вопросу офиса. Если это не виртуалка, да, то есть вы хотите иметь разрешение на работу, рабочий вид на жительство, то требуется уже минимально, где-то от 800 июля начинаются вот эти офисы, где-то там 5-8 квадратов туда снова влезает. Этого достаточно в среднем. Ну, 800 тысяч в тысячу где-то вложиться можно в нашем регионе. Опять-таки, если брать там города покрупнее, может быть, это подороже. То есть, зависит, где вы регистрируете. Слушай, еще тут вопрос. Например, если у меня офис здесь, я могу ли я открыть филиал, например, в другом городе, например, в Шанхае или Пекине, и нужно ли мне будет с документами что-то еще там делать? Смотри, а опять-таки, куда что ты его открываешь? Если у тебя деятельность, скажем, торгу или оказание каких-то услуг таких, тебе и филиал не надо открывать. Тебе достаточно, допустим, у меня регистрация в Шанхае, и ты можешь работать по всему киталу. Другой вопрос, если ты хочешь открыть ресторан, тренинговый центр, еще что-то такое, что привязано к месту, да, там уже надо будет филиал оркестрировать. А вот если это связано именно с учителями, то есть вот учитель дорегистрировал на себя компанию, и вот он зарегистрировался как конкретно в городе, вот имеет ли он право находиться в Шанхае? Он оказывает услуги, он же приходит на территорию другого предприятия, под названием детский садик или школа, и оказывает свои услуги, то есть ему как бы физического офиса в этом городе не требуется, вполне достаточно зарегистрирован здесь, оказывает услуги в Шанхае. город-герой Пикир для оказания услуг для детского садика такого-то. Без проблем. И еще по этим документам я могу, например, оформить себе Я-тоннель и в Гонконг ходить без очереди. Тоже все правильно. Ну, я, кстати, и channel гонконгский, и без китайских документов оформлял. Просто делаешь сначала такую карточку частого посетителя Гонконга, и, по-моему, через месяц или через два ее переделываешь на отпечаток пальцев, по отпечатку гонконгскую кранику проходишь. То есть, с одной стороны, ты ищешь и китайский channel сделал, и и гонконгский сверху, и везде. Слушай, это, значит, можно по бизнес-связи сделать? В Гонконге нет, этого не требуется. Просто требуется, чтобы ты там был кучу раз, и это достаточно. По прилету туда. А китайский channel, да, как у тебя разрешение, ведь множество есть, пожалуйста, делайте. Все, понял. И следующий вопрос. Как часто нужно подавать свои документы в налоговые органы, в полицию, ну и прочая организация, в которую нужно подавать? Для компаний, да? Да, для обслуживания. Ну, на самом деле, отчетность есть ежемесячная, квартальная, полугодовая, годовая. Т.е. надо каждый месяц давать, нет? Да, ежемесячно надо подавать. Ну, на самом деле, это вот, если на обслуживании встаешь, это где-то, ну, бухгартерскую компанию, скажем так, вот, мы оказываем такие услуги, либо какие-то сторонние компании, другие, да. В среднем эта стоимость идет, там, от 600 юаней в месяц, и выше, ну, в зависимости от сложности работы, да, т.е. если, скажем, компания нулевая с маленькими, ну, не нулевая с маленькими оборотами, по упрощенке, там, это 600 юаней в месяц может быть. Если это идет работа с НДС, тем более, там, с экспортным НДС, когда с границей выводишь, надо возвращать НДС, т.е. вот работать кроме налоговой еще и с таможней, там, ну, это может доходить, там, до 3-4-5 тысяч юаней, опять-таки, если там большие обороты и будут какие-то. А если, например, у меня есть большая компания, есть помощница Китаян, который, например, закончил бухгалтерский курс? Если у нее есть документы, что она лицензия бухгалтерская, то без проблем. У них построено так, если у вас нет лицензии бухгалтерской, с вами разговаривать много времени будет. Есть лицензия, есть разговор. Нет лицензии, нет. А в Китае патируется ICCA или нет? Или у них своя ICCA, там, ну, типа, мировая лицензия, там, бухгалтерская? Нет, у них все свое. У них все. Даже, я больше скажу, даже, вот, сталкиваешься когда-то с регистрацией товарного знака, там, который за границей зарегистрировался с распространением на Китай, и, как бы, знаете, почти фиолетовый. Если ты здесь не подавался на регистрацию своего знака. И все остальные сертификаты, соответственно, у них есть свое, будь добр, вот, представляю наш китайский. Кстати, очень важный момент. Если вы заходите в Китай, обязательно регистрируете товарный знак. И, возможно, даже если вы что-то здесь производите, то тоже желательно зарегистрировать, потому что бывает то, что китайцы это используют и регистрируют товарный знак в вашей стране, который в вашей стране. Здесь, в Китае, и, соответственно, только они являются официальным производителем. Да, причем у меня даже были прецеденты, обращались люди как-то решать вопрос. Когда работали с одним производителем, может, много лет, потом он перестал их устраивать, там, то ли по цене не договорились, то ли еще чего-то, попытались уйти на другого производителя. А тот говорит, окей, товарищи, хотите там производиться, но с каждого выпущенного изделия вот столько-то мне платите. Потому что ваш бренд зарегистрирован на меня, и если вы будете производиться там, я просто подамся, что это контрафакт, и вас на таможне просто стопорно. Поэтому этот момент учитывайте. Вот в прошлом видео про выставку я вот показывал, что вместо русских компаний почему-то были выставлены одни китайцы, причем производство Харбины. Я немножко от этого, если честно, подбомбил. Ну, нужно ли нанимать китайца для своей компании? Или можно чисто иностранцев зарегистрировать и получить себе визу? Слушай, ну, на самом деле прямо такого жесткого требования прописано, что у тебя китайцы должен быть сотрудником. Вот. Единственное, они смотрят, что, допустим, компания, опять-таки, если оборот показывается, то хоть там 200 иностранцев себе оформленного китайца. Не вопрос. Компания должна работать. А кто там сотрудникам, им все равно? Ну, а теперь самый важный вопрос, это по поводу виз. Насколько сложно вообще получить рабочую визу и какие плюшки она дает? Слушай, опять, давай, вернемся. Говорю, не виза, а вид на жительство. Получить, ну, в принципе, не сложно, если у тебя компания, давай так разберем, если только-только открыл компанию, вот она свежая, как учредителю, в принципе, не сложно. То есть, проходишь процесс, сначала на компанию, получаешь разрешение на найму иностранную рабочую силу, потом персонально на себя, получаешь разрешение на работу и в основании разрешения на работу подаешься на вид на жительство, получаешь вид на жительство. Вот. Дальше, когда тебе надо устроить своих сотрудников, они смотрят. Если компания работает, окей, они выдадут этот ответ. Если компания нулевая, ну, надо с ними разговаривать. Объяснять, почему она еще до сих пор не работает, почему нет оборожки, почему-то я не плачу науки. Слушай, еще вопрос по поводу виз. Потому что я знаю то, что представители определенных стран более легко получают ту же рабочую визу. Например, американцы, европейцы. Но, например, если ты из арабских стран, то тебе сложнее получить ту же рабочую визу, вид на жительство. Им часто дают, например, на полгода. Есть ли подобные проблемы именно? Ну, я думаю, с Россией и Украиной проблем не должно быть. А как насчет стран? Ну, с Украиной, на самом деле, в войне когда, даже вот сколько примеров, когда подаешься на визу, даже на бизнес, потому что здесь на месте мы тоже можем там от месяца до трехмесячную визу поставить. Все хорошо, как только доходят до строчки Украины, у них прям вот глаз начинает, то я не знаю, почему такая коррекция. Да, и когда вот одновременно подаемся на бизнес, россиянину дают трехмесячную, гражданке Украины дают на один месяц. Или на бизнес, да? Да, бизнес визу. Ага, и еще тогда вопрос про тех, у кого паспорт Казахстана, Каджикистана, Узбекистана и этих стран. Потому что с ними, я знаю, что вопросы возникают. Ну, смотри, опять-таки, если рабочие, если у тебя получено разрешение на работу, то, в принципе, опять-таки, они смотрят на компанию. Если это реально рабочая компания, то... Но не было у нас прецедентов, чтобы мы прям так жестко сказали, что именно потому, что гражданин этого государства, мы не дадим. Не было. Были прецеденты, когда у них всплывали записи в полиции о приводах, о драках, еще о каком-то нехорошем поведении. И на основании этого они отказывают. Понятно. А так именно из национальности у нас не было прецедентов. И еще один вопрос по поводу налогов. Потому что, если я, например, решил на свою компанию посадить в щелей, то нужно ли мне быть... То есть ты уже составил бизнес-план. Понятно. Ну, разъяснился такие. Смотри, по налогам. Здесь все проще, чем в России. Как говорят, у нас эта социалка, все это там до 40 процентов может проходить. Здесь, в принципе, соцстрах, он необязательный. То есть это по твоей договоренности с сотрудниками. Китайцы, они все сейчас требуют. Минимальное соцстрахование, оно 1020 юаней в месяц стоит. Но даже в этом плане, как бы, обычно практика там 70 процентов оплачивает соцстраха. Компания 30 процентов на сотрудника. Для иностранцев, в основном, как бы, нам это не надо. И можно спокойно без него. То есть единственные налоги, которые возникают, это НДФЛ. Но НДФЛ это налог доходов физических лиц, да, и лиц. То есть это на сотрудники в комиссии. Тебе, как работодателю, это не особого нет. И налогов больше не хотим на сотрудника. А НДФЛ 10 процентов? Нет, дифференцированно. Если хочешь, вот нахлечку, дай, пожалуйста. Готов? Ага. Просто часто к ней обращаются. Я уже так далеко не убираю, рядышком держу. Дифференцированно. У них, во-первых, они сейчас ввели... Ну, мы нам на китайском, да, вот так откроем. Вот, небольшая табличка. Смотри, у них с этого года 5000 юаней, это вообще налогонеблагаемая база. Угу. Далее выходит, то есть до 3000 юаней, то есть это 5 плюс 3. То есть если ты зарабатываешь, грубо говоря, 8000 юаней в месяц, то ты платишь 3% налога от 3000 юаней. То есть при, давай так, 8000 ты зарабатываешь, 90 юаней налог в месяц ты платишь. Если ты зарабатываешь там от 3 до 12 сверху, то есть, допустим, вот 17000 ты зарабатываешь юаней в месяц официально, 10% будь добр, заплати с 12000. То есть 5 не облагаемых, то есть 1200 юаней ты платишь, при этом 210 юаней тебе, опять-таки, государство возвращает так несгораемую цифру. Это получается, ты 1200 заплатил, 210 минус, это 990 юаней при доходе в 17000 в месяц ты оплатил. Ну, и так далее. Там доходит, если у тебя 85000 доход, плати, пожалуйста, 45000, из которых 15000, вот, будет, опять-таки, возвращаться. То есть при доходе 85000 ты заплатишь около, что-то там, 20000 юаней. Ну, это при сверхдоходах. Ну, обычная цифра, вот, от 3 до 10. А если, например, мой работник решит получать деньги со стороны, это может как-то отразиться на меня? А это его доход. То есть ты не платишь за него науки. Его доход, он платит. А если я буду получать деньги со стороны при, я думаю, другой визе, как будет считаться? Ой, неправильно, наверное. А если я буду получать левый налог, находясь на рабочей лизе, то какие там есть... Что такое левый налог? Левый, тьфу, левый доход. А, доход? Ну, будешь разбираться с налоговой. Ну, как левый доход. Как доход они рассматривают это, если у тебя получен на личный счет перевод от юридического лица, если назначение платежа, даже внутри WeChat, там, тебе написали, спасибо за работу или там оплата услуг и так далее. Причем это даже на русском, может быть, написано. Но сейчас это не торит. Конечно. Причем на разных языках, как мне вот знакомый инспектор налоговой расклад говорит, ребята, в том же машине, там все, ваши словечки все тоже моментально. Если это идет на значение платежа, как оплата чего-то, тебе это автоматом записывают в доход. В общем, когда делаете платежи через WeChat, пишите... Да ничего не надо писать, просто не надо ничего писать. А еще интересно, вот, кстати, никогда не обращал внимания, в китайский банк заходишь, и вот они все с авоськами, с деньгами туда приходят. Да. Всем связаны, да. Если ты делаешь перечисление на свою карточку под юрлица, это доход. Но ты можешь спокойно юрлицу после уплаты всех налогов выйти в нал, забрать этот налик и побежать в соседнее окошко, закинуть себе на счет эти деньги с налогов. Это уже будет рассчитываться как твое личное сбережение, налогом облагаться не будет. То есть, получается, мы будем денежки получать через Western Union, снять, вернести банк? Не, не Western, а вот со своего счета компании. Ага. Да, вот, почему они сейчас с авоськами приходят? Они сняли их с корпоративного счета налег, а в соседнее окошко побежали себе на счет положить. И это уже личное сбережение, а не доход. Прикольно. Слушай, вот так то есть. А я думаю, они торкировали, машину продали. Не-не-не-не, это именно, чтобы от налога выйти. И, кстати, вопрос по поводу денег. Насколько сильно китайские налоги вообще смотрят за движением денег? Откуда пришли, ушли? Я знаю, что, например, бывает, что деньги, переведенные из России, не всегда китайские банки принимают и замораживают на какой-то срок. Ну, это, опять-таки, вот это про Шэнчжэнь, наверное, ты говоришь. В Шэнчжэне, да, что-то какие-то проблемы. Причем у них интересно, у них даже отделение, там, скажем, крупнейший китайский банк, типа, вот, ACBC, ABC, вот эти вот колхозные банки, да, они не подчиняются провинции Гуандон, они уже как бы своем подчиняются шэнчжэнским. И я вот слышал, в частности, про Merchants Bank, который платежи из России морозят, но это вот проблемы даже не банка, а отдельных отделений, да, то есть, вот, там, глава отделения что-то, вот, у него, вот, он решил, что не хочет заморачиваться, вот, возникают такие проблемы, да. А так, то, что налоговое, любое ваше движение по счету налоговое видит автоматически. У них все соединено, видит все. Что-то ты погрустнил с вами. Не, просто не задумывался, у меня был счет Merchants Bank, и мне вот этот счет заморозили, причем он был открыт на визу, то есть, под визой карт. У меня тоже был, кстати, они потом отобрали визу, мне обновление карты наделали как раз год назад, и они все, визу убрали оттуда, оставили только UnionPay, но покупать через интернет стало проблематичнее. А, кстати, еще я знаю, что при наличии рабочей визы можно китайский кредит себе оформить. Да, вот элементарно, вот сегодня на моей машине ездили, я в кредит брал, без проблем. То есть, квартиру, машину, телевизор, телефон, пожалуйста. По-моему, у китайских банков ставка всего 3%, да? Годовые. Смотря на что, опять-таки, возвращаясь к машине, я беспроцентный кредит, то есть, по сути, расходишь куда-то. А на квартиру так же, да? От города зависит, где чего, как, под какие условия, какая компания, кто застройщик. А если наликом? Не везде возьмут, кстати. То есть, ту же машину, я покупал, сначала пришел с наломом, и мне не мегали, давай через банк. То есть, мне отказались налом принимать. Понятно. И теперь самый важный вопрос. Какие есть риски для тех, кто находится на бизнес-визах? Ну, кто по бизнес-визе работает здесь? Ну, первый риск – то, что они работают в момент, потому что с бизнес-визы работать не имеют права. Там сейчас, по-моему, если мне не изменяет память, от 10 до 30 тысяч юаней штрафа, могут на какое-то количество суток в исправительное учреждение заключить, депорт и невизную. И проблемы для тех, кто нанял этих людей, там может до 300 тысяч юаней штрафа на организацию уходить. А если, например, человек работает на российскую компанию, но здесь сидит на бизнес-визе, то есть, деньги получает через российскую компанию? Ну, окей, если он не работает, но здесь не резкий, здесь просто маленькие неприятности как бы для жизни, неудобства возникают, да, с теми же банковскими счетами, с необходимостью выхода периодичных, там раз в месяц, раз в три месяца, какую коридор у тебя визе стоит и так далее. Плюс еще неприятные сейчас в последнее время пошли допросы на въезде в Китай. Ну, кстати, ты говорил то, что сейчас чисто какая-то не намечается в ближайшее время. Ну, как, скажем так, знакомые, которые работают на, скажем, контроле именно паспортным приграничным, мне рассказывали у них директивы до конца лета, как бы с нелегалами разобраться. В общем, до конца лета не въезжайте, не въезжайте через Гонконг, рискованно. Так, а не только через Гонконг, это по всем постам. По всем постам. На примере провинции Гуандон приказ есть разобраться с нелегалами, с нелегалами. Вот так вот пока что. Ну, в общем, спасибо за информацию, было информативно, плюс я вот, наверное, потихонечку буду готовить все. Что? Для оформления. Обращайся. Сделаем. Только сразу говори, если быстро не надо, мы на месяц растянем. Ну, дай уши быстро, а. Ладно, спасибо. Всем пока. Всем пока.